Пытки. В числе первых мучеников мусульман оказалась из-за нерахатун, да будет доволен её Аллах, так как мушрики не смотрели на пол жертвы, будь это мужчина или женщина. Она была одинокой и работала прислугой. Узнав о её вере, идолопоклонники не постеснялись мучить её. Заставляя поклоняться идолам Лату и Уззи, они истязали её до такой степени, что она часто теряла сознание. Но, несмотря ни на что, она не отступилась от веры. Её особенно пытал Абуджагль. В конце концов, от этих мучений она ослепла. И Абуджагль сказал ей, «Вот видишь, Лат и Уза ослепили тебя». Зинира ответила, «Ты ошибаешься. Они ничего не могут сделать. Они ничего не чувствуют. Им всё равно, поклоняются им или нет. А мой Создатель Всемогущ, Он может вернуть мне зрение». Он удивился её стойкости. Всевышний Аллах принял её мольбу, и она стала видеть ещё лучше, чем когда-либо. И, видя такое чудо, никто из неверующих не мог поверить. Наоборот, сказали, «Это от волшебства их пророка». Как тут не удивиться тупым и глупым, которые поверили ему? Если этот путь истинный, то мы бы первыми поверили в это. А так, что же получается? Какой-то раб нашёл истину, а мы нет? В связи с этой историей Всевышний Аллах ниспослал 11-й аят суры 46-й Ахкав. Неверные говорят о верующих. Если бы Коран был действительно чем-нибудь хорошим, они, рабы и бедные, не опередили бы нас в принятии его. Так как они не руководствуются им, то говорят, это старинная ложь.